Ульяновские парламентарии Таким образом, впервые область добилась формирования бездефицитного бюджета. Иными словами, доходы на следующий год будут превышать расходы. Сделать это удалось благодаря взвешенной политике в отношении государственного долга региона. Ее инициировал президент России Владимир Путин на прошедшем сентябре заседании госсовета в Ульяновске. Осталась и важнейшая черта бюджета в прошлых годах. 71,2% расходов направят на выполнение социальных обязательств перед жителем Ульяновской области. А это значит, что главный финансовый документ региона носит социальную направленность. В принципе, прежде всего, вы знаете, что это наказы избирателей, это основной принцип. Это пожелания граждан, наказы избирателей и социальная ориентация этого бюджета. Вот два самых главных принципа. Доходы бюджета растут. Одновременно с этим ростом поступления меняется их структура. Например, четверть доходов будет получаться от НДФЛ. Планируется и последующий рост этого направления поступления в областную казну. В втором чтении бюджета законодатели обратят большее внимание на распределение сумм расходов. Причем некоторые парламентарии уже озаботились этой работой. Наш комитет в этом году начал эту работу заранее. Мы еще в сентябре рассмотрели проекты расходования бюджетов на коммунальную отрасль. Мы вернулись к этому вопросу совсем недавно. И мы опять будем настаивать на увеличении расходной части на коммуналку, на областное жилищно-коммунальное хозяйство перед вторым тетением бюджета. Попросит об увеличении расходов вероятнее всего и другие отрасли экономики. Но главное, что впереди ждут только конструктивные обсуждения и замечания от законодателей. И на второе чтение бюджет выйдет в оптимальном сбалансированном виде. Егор Тстоф, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда. Новости дня.